Первым, с кем побеседовал Александр Кузнецов, стал заведующий школьной столовой. В связи с экстренной ситуацией ее вызвали из отпуска. Татьяна Владимировна отмечает, что приезжие с благодарностью отзываются об организации питания и условиях размещения. Очень довольна, спасибо большое, наедаемся. И спали, говорит, сегодня как убитые, все мы давно так не спали. Школы, детские сады, больницы, инфраструктура города, наличие производств на территории Уварова и рабочих вакансий – таковы основные пункты, по которым глава города построил свой рассказ. Это главная необходимая информация, а неизвестная до сего дня местности. Состоялось и личное знакомство с некоторыми из приехавших. Ты зовут, как тебя? Дядя. А меня дядя Саша. Рассказывай, что случилось? Я даду. Где ты ударилась? В колени. Серьезно? А я думал, что-нибудь нашла, может, интересное. Нет? А меня зовут Ларя. И дядя Саша. Откуда ты? Я – Луганск. Данск – красивый город, Алья. А ты? Я – это Луганск. Для взрослых Александр Кузнецов главной задачей на сегодняшний день считает необходимость определиться со своим статусом, поскольку с этим связано то, каким будет их ближайшее будущее. Сейчас главная задача администрации города Уварова – это решить вопросы с подготовкой им уже другого жилья, чтобы к 20 августа, к дню заезды детей, они были переселены в другие условия. В кратчайшие сроки оформить документы и в кратчайшие сроки их трудоустроить. На уровне области сегодня решается вопрос, что для тех граждан, кто будет принимать тот или иной статус, или же получать разрешение на временное трудоустройство какое-то, на временное пребывание, статус о беженцах, если раньше им нужно было ездить только в Тамбов, то в понедельник будет принято поставление, которое определяет ряд городских больниц, в том числе нашу Уваровскую, которые будут иметь возможность проводить медицинское свидетельство для получения данных документов. Будет определено, что федеральная миграционная служба на местах, в том числе и наша, она будет полномочно выдавать документы здесь, для того, чтобы огромная масса народа куда-то не ездила, тем более не имела денег, и в кратчайшие сроки мы будем проводить работу со всеми работодателями, которые расположены на территории города Уварова. Хочу, пользуясь случаем, обратиться абсолютно ко всем, потому что не все подают сведения в центр занятости, для того, чтобы, если есть какая-то вакансия, обратить внимание на тех людей, которые приезжают, потому что огромное желание работать, и вот та партия, которая приехала до них, сегодня у нас прекрасно трудоустроена, и очень хорошие отзывы по ним. Врачи, среднемедицинский персонал, квалифицированные производственные специалисты, всем найдется место работы. Служба по предоставлению комплекса социальных услуг поможет адаптироваться многодетным семьям и людям, имеющим группу инвалидности. То, что пришлось пережить этим женщинам и детям, словами описать трудно, да и эмоции уже все закончились, осталась отчаяние и боль. А пока в Кадетском корпусе, где для граждан Украины отведены все три этажа для размещения, есть медпункт, в котором дежурят врач и медсестра, компьютерная комната с возможностью воспользоваться интернетом, а также при необходимости сделать телефонный звонок родным и близким на родину. Были и личные просьбы к мэру. Оказать помощь в трудоустройстве, найти друга, который в субботу ночью выехал на территорию Тамбовской области, узнать, возможно ли дочери перевестись из Луганского университета МВД в один из российских и другие. Как отметил глава города, возможно, что данная партия граждан из Украины на территории нашего города будет не последней. Кроме того, по разнарядке мы ждем еще порядка 300-350 человек. Задача довольно-таки сложная. Будем готовить сейчас дополнительное жилье для того, чтобы люди разместились и вошли, скажем так, в наш социум в Уваровский. И для того, чтобы жители, в общем-то, довольно-таки активно с ними сотрудничали. Потому что предстоит и рассказ о городе у нас дополнительный. Предстоит распределение в детские сады, в школы. Предстоит подготовить ряд учеников к новому учебному году. Но еще раз повторяю, те граждане, у кого есть и сознательность, и материальные средства, конечно же, без их помощи нам не обойтись, так как количество беженцев день от дня прибывает. И если сегодня в Тамбовскую область на завтра планировалось всего 37 человек, то эта цифра буквально вечером изменилась до 400. Поэтому к жителям большая просьба. По телевидению будет постоянно даваться анонс, что нужно, одежда ли, лекарства ли, каких размеров. Ну и у кого есть возможность, конечно же, и люди эти будут прежде всего благодарны, но мы, как администрацию города. По возможности все прибывшие на территорию города будут не только размещаться и трудоустраиваться. Маленьким членам их семей необходимо обеспечить возможность посещать школы и детские сады. При этом, как подчеркнул городоначальник, данные мероприятия будут реализовываться не за счет имеющихся мест в садах и школах для местного населения, а будут организованы дополнительно. В ближайшие сутки двое, после анализа анкет, на местном телевидении, в соцсетях будет размещена информация, что конкретно из вещей требуется. И в связи с большим притоком граждан Украины на территорию нашего города, уже никто не ждет только новых вещей в качестве гуманитарной помощи. Наша задача предстоит то, что мы можем. Понимаете? И я сразу сказал, если у нас даже в среде наших приезжих людей будут те, кто будет мутить воду, мы будем с ними разговаривать о том, что мы принимаем и помогаем тем, чем можем. Поношенная эта одежда, значит поношенная. Будет возможность новую, значит это будет новое. И наши люди, и эти люди должны с пониманием к этому отнестись. Самое главное, что люди уехали от войны. И самое главное, что сегодня они здесь приняты. И мы готовы помогать. Галина Зайцева, Вадим Полосьмин, Варвара Павлова. Наш город.